Камчатка Наши прекрасные игры Восьмой день апреля Год 1944 Газета «Камчатская правда» публикует гневную статью с названием «В погоне за легкой наживой». Небольшая комната областного краеведческого музея заполнена различными предметами широкого потребления. На стенах аккуратно висят шорные изделия. В витринах в строгом порядке, разложены игрушки, учебное пособие, различные товары из жести и дерева. Здесь же выставлен кирпич местного производства. Налиты в банки деготь, смола, скипидар. Это еще не все, говорят в облместпроме. Наши промкомбинаты не успели выслать многих образцов, а у них ведется большая работа по увеличению выпуска товаров из местного сырья. Почти то же самое заявляют в облпромсоюзе. И здесь склонны уверять, что в промысловых артелях приняты все исчерпывающие меры для выпуска товаров народного потребления. Далее газета пишет, но за общими благополучными цифрами выполнения плана кроются серьезные недостатки, которых руководители облместпрома и облпромсоюза стараются не замечать. Главное из этих недостатков полное пренебрежение к производству товаров из местного сырья. При наличии богатых сырьевых запасов они, то есть работники облпромсоюза, не могут или не хотят организовать массовый выпуск товаров из местного сырья. По-прежнему широко неорганизован ремонт одежды и обуви, влачит жалкое существование производства строительных материалов. Хомутные клещи да колесная мазь – это единственное в производстве, чего преуспевают артели. Недавно, пишет газета, одна из артелей добилась новой победы. Изготовила несколько штук топорищ, предварительно доставив одно из них на выставку в музей. На топорище надпись освоена в 1944 году. Если освоение простого топорища затянулось до 1944 года, то страшно подумать о сроках для освоения других, более сложных предметов. Это была газета «Камчатская правда» 8 апреля 1944 года. А теперь мы переходим к дню следующему. К 9 дню апреля, год 1986. Газета «Рыбак Камчатки» пишет о гостинице «Океан». Может, кто-то из старожилов Петропавловска помнит это здание? Нет, видели его наверняка живущее в городе все. Это нынешнее здание Сбербанка на набережной, на берегу Култучного озера. А в советское время здесь располагалась гостиница «Океан». Она же – дом межрейсового отдыха. Ряд моряков написал коллективное письмо в редакцию газеты. Одного из нас как-то в океане до нитки обокрали, но заявление остучившееся администрация гостиницы разбирать не стала. Зато на следующий день начали сгонения. Одного даже полураздетым начали выселять. Другого из нас поселили в номере, где вода с потолка капала на кровать. Администрация заставила купить новую простыню, а заодно и выстирать полотенце, на которое капала вода. А с третьего дежурная гостиница взяла плату 1 рубль, но ночевать пришлось на диване без постельных принадлежностей. Добавим к этим фактам другие, которые во время рейда не увидела комиссия. Постельное белье рваное. Его меняют значительно реже, чем 1 раз в 10 дней. Персонал групп невежлив. Бывают случаи, когда выписывают моряков из гостиницы без их ведома, скажем, уходит на экзамены человек. Вернулся в океан, а его в списках проживающих уже нет. Это письмо подписали котельные машинисты Мартиросян и Шевардин, матросы и обработчики Бутнев, Лазутин и Степанов. Рядом публикуется еще одна статья о том же Бич Холле, о той же гостинице океан. Но я напоминаю, что все эти статьи можно прочитать на моем канале в Яндекс.Дзене. Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым». И ссылка на канал находится в описании выпуска. А мы продолжаем наше чтение дальше. 10 апреля, год 1940. Начальник Дальрыбы Грибанов призывает вести хозяйство на научной основе. Об этом написала газета «Камчатская правда». Огромное значение для развития рыбной промышленности имеет охрана нерестилищ. Есть немало случаев засорения рек, озер и нерестовых ключей. Особенно это наблюдается в бассейне рек Камчатки и Еловки. Леспромхозы, заготавливающие лес, сваливают в нерестовые ключи, бревна. Плавят их по мелким протокам. В результате чего выпахивается верхний слой грунта, в который рыба откладывает икру. Озера Белая на реке Еловки и Козыревская на реке Камчатки оказались настолько загрязненными, что потеряли свое назначение нерестовых мест. День следующий. 11 апреля, год 1920, в этот день Петропавловская городская управа объявила во всеобщее сведение, что Городская дума по вопросу об эксплуатации городских водных угодий постановила 1. Распределить рыболовные участки в городских водных угодиях для лова рыбы лосозелых пород в сезон 1920 года между всеми трудовыми артелями, подавшими в управу заявление до 1 апреля сего года с условием объединения лиц, подавших заявление по своему выбору в артеле не менее. По 4 вполне трудоспособных работников каждой. Второе. Предоставить для эксплуатации трудовым артелям следующие участки. В Соливарне 14, в Балой лагерной 1, в Большой лагерной 1, в Богатыревской 1, в Перешейк-Богатыревский 1, в Светлый ключик 1. Итого 19 участков. Но это не точно. День следующий, 12 день апреля, год 1918. В этот день вышло обязательное постановление Петропавловского городского совдепа. Первый пункт. Все лица, обнаруженные в браговарении, гонке спирта и других крепких напитков, привлекаются к законной ответственности перед Исполнительным комитетом городского совета, с наложением на них штрафа, принудительных общественных работ и заключения под стражу. Второе. Все лица, появившиеся в городе или в общественных местах и собраниях в нетрезвом виде, будут привлекаться к принудительным общественным работам с предварительным заключением под стражу до полного вытрезвления. Третье. Милиции вменяется в обязанность строгое наблюдение за браговарением, гонкой спирта и других напитков. Предписывается принимать самые строгие меры по отношению к лицам, появляющимся на улице и в публичных местах в нетрезвом виде. На мой взгляд, совершенно замечательное и обязательное постановление. Но я вообще сторонник абсолютного сухого закона в части любых наркотических веществ, в том числе табака и алкоголя. Русский значит трезвый. Я знаю, кто споил Россию. Это ты споил Россию, пьяное отродье. Можешь не смотреть дальше, если ты употребляешь алкоголь. А мы продолжаем наше чтение. Тот же самый день, 12 день апреля, но год 1919. Газета «Камчатский вестник» публикует объявление. Начальник милиции Сокржевский пишет, на основании полученного телеграфного распоряжения совершенно воспрещается продажа всякого рода питьей, в том числе и пива, вплоть до особого распоряжения. В этом же номере газеты опубликовано еще объявление. Ввиду призыва на военную службу Батурина, спешно продается дом с сараем, обшитый волнистым железом, и девять собак нартой на сталях и с заводом. Справляться ежедневно 2-3 часа дня в квартире Рублева. И еще объявление. Молоко Петропавловской сельскохозяйственной фермы сдается обществу потребителей. Ввиду этого желающих получать молоко просят обращаться в лавку общества потребителей. На ферме же молоко не будет отпускаться, о чем и доводится. До сведения граждан города Петропавловска. Газета «Полярная звезда», год 1923, статья «Камчатские вредители». Газета сообщает, что два здешних жителя, вернувшихся с кошки реки Кихкчик, куда они ездили за сеном, заявили на сельском собрании, что на кошке приблизительно в полуторых-двух верстах от рыбалки братьев Люри нашли двух отравленных лисиц, а также была масса отравленных ворон и трупы ободранных собак. Жители обратили внимание на следы лыж, идущих от рыбалки Люри, где зимуют японцы, сторожа и какие-то корейцы, а также на кусочки рыбы, разбросанные по берегу речки. Жители, заинтересовавшись, пошли вдоль речки и увидали, что в речке тоже набросана рыба, как цель приманки. Вчера же приехал в село Кикчик. Гражданин села Усть-Большерецкое заявил в сельский комитет, что проезжая кошкой мимо рыбалки братьев Люри, у него отравилась передовая зверовая собака, схватив кусок рыбы на дороге. Мы, жители Кикчика, никогда не живем без новостей. То японцы потешат каким-нибудь сюрпризом, от которого волосы встают дубом, вроде изрубленного японцем гражданина Боева, то корейцы выкинут какую-нибудь диковину. Веселый народ, эти япошки. Сами не скучают, развлекаются, да и нам не дают скучать. Не хуже и корейцы. Есть между селами утка и Кикчик. Среди кочек и тольников поселок, знаменитая Хабутина. Кем оно основано и из чего ведомо? Не знаю. Собственно, его поселками назвать-то нельзя. Три-четыре норы землянки, битком набиты корейцами, да не постоянными жителями, а так просто бродягами. Сегодня там живут корейцы Сергей, Василий, Семен, а завтра они исчезли, куда-то живут уже новые. Какой-нибудь Яков, Григорий, да Антон с Дмитрием. Приходят неизвестно откуда и исчезают неизвестно куда. Разъезжают себе якобы с грузом. От деревни в деревню скупают правдами и неправдами пушнину, а то и не брезгуют в территориях коренных жителей. Под самым носом комчедала травить лисичек и ловить безданно, беспошлинно выдр. Живут в сторонке себе, каюрств не отбывают и повинности не несут. Аки, птицы небесные. Вот такие вот корейские нравы описывает газета «Полярная звезда». Что же еще мы можем узнать об этих корейцах? Продолжим чтение газеты. Да и небезопасно предпринимать походы против паразитов. Злы и мстительны корейцы. Два года тому назад в стиле кикчике у нас восстал один гражданин против грабителей корейцев. Предлагал принять энергичные меры. Вечером поговорил на сходе, а утром, глядь, лежат отравленными две самые лучшие собаки. Взвыл мужик не своим голосом и против корейцев уже не говорит до настоящего времени. Поговорил так, еще глядишь, и последней коровенки лишишься. Лучше молчать. Японцы привозят спирт и торгуют им летом и только на кошке, не разлася вглубь области, пишет «Полярная звезда». Корейцы торгуют японским спиртом, гонят самогонку и развозят этот товар повсюду. По самым дальним селениям и даже на вершины гор кочующим. Пьянство на Камчатке можно сравнить с сорной травой. Как ни борись, как ни коси крапиву, а она новая дает побеги и разрастается еще гуще. Единственное средство начать с корня. Корень надо подрубить, а ветки сами погибнут. Главный удар направить надо на проныр корейцев. Просеять их надо, как муку через сито. Проглядеть их документы. Паспорта у каждого беспаспортных выгонять, подозрительных тоже. Кстати, неплохой совет, который можно применить сегодня. Ну, не касаемо к корейцам, потому что камчатские корейцы уже давно ассимилировались. А ко всяким гастарбайтерам, от которых на полуострове черным черно. А мы продолжаем наше чтение. И сегодня мы завершим днем 14 апреля, год 1937. Капитан Анна Ивановна Щетинина по радио из Москвы рассказывает о том, что ее наградили орденом Трудового Красного Знамени. 7 апреля я присутствовал на заседании Президиума ЦИК СССР. Мне был вручен орден Трудового Красного Знамени. Это замечательное событие в моей жизни. На заседании Президиума я вначале очень волновалась. Скорее встречаешь шторм на капитанском мостике. Но дружеская обстановка, в которой проходило вручение орденов, помогло мне успокоиться. Выражаю глубокую благодарность советскому правительству и лучшему другу, трудящихся гениальному вождю народов, товарищу Сталину, сказала капитан Щетинина. Дуже ты сгранная! Только в нашей стране женщина пользуется равными правами с мужчинами. Только у нас женщина может стать капитаном судна. Я единственная пока женщина, получившая права капитана дальнего плавания. Но у нас уже имеются женщины-штурманы, помощники капитанов. И из их среды, несомненно, вырастут командиры советских судов. Рад я, что дожил до этого времени! Это был выпуск «Камчатка. День за днем». И сегодня мы узнали, что происходило на нашем полуострове. С 8 по 14 день апреля в разные годы века минувшего. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать что-нибудь новенькое из истории Камчатки, пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то выполните вот эти вот рекомендации в правом нижнем углу кадра для того, чтобы не пропустить новые видео. До свидания!